И так, огромный привет моим дорогим подписчикам И всем случайно заглянувшим на канал Всех поздравляю с наступающим Новым Годом Еще не в последний раз поздравляю Еще до Нового Года буду снимать видео и с вами общаться Так, что я обещала? Сегодня у нас дневник беременности Неделя 25 плюс Что-то я сама на себя сегодня не похожа Куда-то не туда зачесала челку И какая-то я сегодня другая Ну ладно Так, кому интересно, оставайтесь Буду вещать на тему своего состояния Расскажу, как прошел наш последний поход в клинику Это было аж в понедельник на прошлой неделе Хотела в выходные записывать видео Но знаете, какая-то у меня была грустина Такая грустина была у меня в душе Все выходные, глаза на мокром месте Ничего плохого не случилось Просто какое-то такое, знаете, было сентиментальное настроение Может быть гармончики пошаливают на фоне беременности Хотя у меня особо перепадов настроения не замечалось в течение беременности Как вот иногда это бывает Вот Либо же, знаете, это скорее всего из-за Нового года Что-то я, знаете, посмотрела иронию судьбы И меня развезло на эмоции Что-то я прям заскучала по родине Вот такое вот состояние у меня было И все Я не могла потом в кучу собраться Мой любимый праздник А вот тут вот На чужой сторонке, как говорится Нет такого вот ощущения Какое есть на родине От этого праздника Ну в общем Не важно Это так Это мелочи жизни Это такие эмоции Мы все подвержены эмоциям Ну бывает, бывает Теряешь какой-то контроль Какая-то разбалансированность Разбалансированность в организме Вот Итак, неделя у нас 25 плюс Расскажу про какие-то изменения в организме Покажу, как изменилась фигура моя Что в принципе самая, наверное, главная новость Это то, что те какие-то там Небольшие, назовем это, изъянщики Которые усмотрел доктор на прошлом УЗИ Они не подтвердились То есть, как и предполагалось Мне сказали, что Ну это не доктор сказал Это девочки сказали Знакомые моего мужем Что скорее всего в период с 24 по 28 неделю Ничего этого не подтвердится Все это типа рассосется Уже никто ничего этого не увидит Вот Я не говорила, что это конкретно было Чтобы не нагнетала аудитория ситуацию Потому что люди у нас очень тревожные Они, как говорится, и за себя тревожат И за окружающих Очень любят накручивать Я не хотела, чтобы кто-то накручивал Мне портил настроение Знаете, и сама себе могу тоже Неплохо портить настроение Это я прям спец Чтобы еще кто-то мне накручивал И портил мне настроение Там было какое-то небольшое количество Жидкости в мозгу Муж сразу списался Со своими знакомыми девушками Которые рожали Ну семейные женщины И они сказали, что Да, у них тоже такое было Но потом с 24, короче, по 28 неделю Типа ждите Ничего не подтвердится Да, так и вышло Врач внимательно все посмотрел Сказал, что Да вообще все хорошо Его, конечно, ничего нету Да Он и тогда не бил тревогу Просто так сказать Стернул в душу Сказал, что вот есть какая-то жидкость в мозгу А наш русскоязычный интернет Знаете, по запросу жидкости в мозгу Ничего кроме страшного диагноза Гидроцефалия не выдает Поэтому, знаете Вот эти все Не стал я вас погружать в эту тему Чтобы вы себя Чтобы вы меня не накручивали Потому что я, как я уже сказала И сама себя умею накрутить Ну, короче, ничего не подтвердила Сказали, все прекрасно У меня, как всегда, все прекрасно У ребенка все прекрасно В общем, хорошие новости Перед Новым годом Ничто не будет омрачать праздник Прибавка в весе у меня идет небольшая Сейчас уже 55 килограмм я вешу Ну, это немного Вообще, я планировала уложиться в десяточку Десяточка, мне кажется, это оптимально Для нормального самочувствия Для нормального течения беременности Кстати, девушки, которые меня смотрят Проявляют интерес к теме беременности Хотя даже рожать не собираются Не пугайтесь этой цифры Типа, для беременных 10 килограмм за беременность Это вообще, можно сказать, необходимый минимум Нельзя сравнивать 10 килограмм, допустим Который ты набираешь, если ты не беременна И 10 килограмм, когда ты беременна То есть это совсем другие килограммы То есть то у тебя идет, допустим Если ты не занимаешься спортом То у тебя чистый жир там, да, накапливаешь А это куча-куча всяких разных составляющих Которые плюсуются к твоему весу Это сам вес ребенка Ну, вот 10 килограмм ты, допустим, набрала При рождении, естественно, уйдет вес ребенка Это в среднем Ну, по Корее тут по таблицам пишут Средний ожидаемый вес ребенка 3 килограмма Для России это чаще 3,5 килограмма Бывает и 4 килограмма детей рожают, да, крупных То есть сразу у тебя там 3-3,5 килограмма минус Слетит при родах Дальше сюда в этот вес входит вес плаценты Плаценты тоже, соответственно, уйдет Дальше вес увеличившейся матки Такое грубое слово, да Тут, кстати, в Корее используют иногда такое выражение Агичи, то есть домик ребенка Матка так грубо звучит, домик ребенка звучит мило То есть матка начнет сокращаться после родов Соответственно, уменьшаться будет вес твоего тела Также у беременных женщин увеличивается количество Циркулирующей крови в организме Соответственно, после родов все начнет опять сокращаться И объем крови начнет сокращаться И опять ты станешь легче Ну и плюс там еще начнешь кормить Придет молоко и То есть тоже начнут прогорать Прогорать твои какие-то калории То есть даже необходимо набрать определенное количество жирочка Чтобы потом не упало у тебя там ниже плинтуса Твое давление, как только ты родишь Потому что я наблюдала за одной девушкой в инстаграм Она прям что-то вообще 6 килограмм кажется за беременность набрала И она сказала, что да Она буквально там родила, встала, пошла в туалет и упала в обморок И померили ей показатели крови Там крайне низкий гемоглобин, крайне низкая Все, ну все То есть какой-то ресурс на восстановление должен у тебя остаться Какой-то запасик питательных веществ Их просто тут поднакапливаешь 10 килограмм это ничто Ну я думаю, я в десяточку ловлюсь Это что про вес Сейчас, как я уже сказала, у меня 55 килограмм вес Набор веса идет регулярно Где-то каждый месяц килограмм с копейками Ну килограмм там 100-200 вот так приходит Весы, конечно, у нас ужасные в клинике Они так прыгают эти цифры Но я думаю, там какая-то колоссальная совершенно погрешность В измерениях Ну не суть Главное хорошее самочувствие Так, беременные побочки Есть ли какие-то побочки у меня на этом сроке? Слава богу, у меня опять ничего особо такого нет На что я могла бы пожаловаться Единственное, что я почувствовала, что Вот эти вот последние месяцы перед родами Они, конечно, будут чуть более сложными Немножко надо как-то взять себя в руки И наладить какой-то определенный режим Чтобы легче перенести До родов осталось, по сути дела, три полных месяца То есть январь, февраль, март Это три полных месяца И в апреле там у меня такая дата скачущая по родам Ну в апреле я уже должна рожать Когда конкретно, не знаю Надо уже к апрелю быть готовой полностью Потому что в любой момент могу начать рожать То есть оставить, по сути, три полных месяца Если считать только полные И сейчас я уже ощущаю, что вот У меня спад аппетита Не то, что я плохо стала есть А я просто перестала обжираться Потому что на определенном этапе У меня было прям обжорство такое Очень сильно хотелось покушать Разного, разнообразного Совместить несовместимо Это соленое, сладкое Все, хотелось покушать Все и сразу А сейчас как-то стал спадать аппетит Возвращаться в добеременное состояние То есть я стала более адекватно относиться к еде Стала более спокойная Перестала кидаться Как с голодного края Более-менее наладился режим питания Стала питаться почти так Как раньше мне нравилось То есть я больше всего люблю завтракать И ужинать А обед Ну так-сяк Иногда могу пропускать И вот сейчас у меня как-то организм Сам пришел вот в это состояние Добеременное То есть мне нравится рано позавтракать И как-то, ну обед Может что-то перекусить Может не обедать И хорошо плотненько поужинать Прям из таких вот недостатков Реально стала иногда нападать на меня изжогом Иногда в положении лежа То есть вот я вроде поела Там прошло два, даже три часа после еды Я ложусь спать И меня подкатывает изжогом В положении лежа Все, если это подкатило Мне приходится Сесть и сидеть Все, сесть и сидеть в твоем телефоне Что-то листать Вот Иногда вот накатывает Это, ну, неприятно, конечно Потому что у меня Ну кто-то изжогает заброс Кислого содержимого желудка Вот сюда в пищевод У кого-то это характеризуется Как описано в интернете Жжение за грудиной Но у меня больше в горле Вот какое-то вот ощущается Такое жжение Как будто у меня горит горло Хочется открыть рот И дышать, как собака С высунутым языком Естественно, я не могу это никак выносить Я скорее встаю Ну, как встаю Не встаю, а сажусь Просто из положения лежа Сажусь И сижу, жду Ну, когда она рассосется Это изжогом Вот такой неприятный момент Стала замечать, что сейчас Беременность начала требовать Особой дисциплины Что, видимо, уже надо Готовиться потихоньку к родам Следить за весом Уже немножечко какие-то упражнения Начинать делать Разминаться, готовиться Не залеживаться Потому что говорят, что у тех, кто залеживается Потом будет слабая родовая деятельность Не знаю, насколько это правда Напишите мне по своему опыту То есть, как у вас Например, напишите, что там Я очень активно проводила время И там у меня была хорошая активная родовая деятельность Либо же там честно Сознайте, что вы там Очень плохо себя чувствовали Много лежали И как-то рожали долго Была слабая родовая деятельность Либо напишите, что никак не повлияла То есть, всю беременность пролежала Родила легко и непринужденно Поделитесь, расскажите свои истории Мне будет интересно Почитать у кого Как вот в реальности это происходило Не как-то, знаете, по книжкам По учебникам По теории какой-то А вот реальные отзывы От реальных людей Вот, поэтому я Конечно, сейчас собираюсь себя Дисциплинировать Ну, и я чувствую уже По своему ощущению По своим ощущениям Что Чем я активнее Чем я Разборчивее в питании Тем я легче себя Ощущаю То есть Если Обожраться И завалиться Прямо сразу Какое-то недомогание Какая-то изжога Какое-то вот Распирание в животе Чувствуется, что ты Съел лишнего Там и так места мало Становится И ребенок уже Еще ты объелась Какая-то тягость И даже настроение портится Вот Поэтому стараюсь Чтобы быть в хорошем настроении Не позволять тебе Вот таких вот Отступления От нормального режима жизни Так Что еще Так По поводу фигуры Какие изменения Больших изменений нет Я думала, что у меня Есть же разные формы Сейчас покажу Разные формы живота Я думала, что у меня Ну, живот так круглился Я думала, что у меня будет круглый Да Есть круглый Есть так называемый острый Не знаю, почему острый Называть живот Я бы назвала его овальный Знаете, когда вот так сильно Вот таким овалом Вперед выдается Круглый У меня как-то круглился Круглился живот Я думала, у меня форма кругленькая Но по итогу Какой-то, вот знаете Он расплывчатый Потому что он сильно больше не стал Но ты приходишь на УЗИ Тебе там говорят Ребенок растет У меня сейчас на моем сроке Уже 639 грамм Весит ребенок И Ну, вроде это как Некрупный Ребенок Все равно думаешь Ну, где-то что-то помещаешься Может такого, чтобы живот не рос То есть он растет Ну, как растет Я так понимаю Что у меня такой расплывчатый Сплющенный Как бы формат живота Вот У меня куда-то вот расплывается живот Вот так вот И Ну, видите То есть он как-то хотел круглиться Хотел идти вперед Мой живот Хотел идти вперед И потом Что-то как-то Не знаю Мне кажется Он вот сюда вот расползается И немножко такой сплющенный Сплющенный И расползается Такой живот Живот подушка Ну, я видела Как-то В своей жизни Пару раз Такой живот То есть реально Вот знаете Как будто вот Подушку Сюда себе Типа, знаете Вот так вот Типа, да Как подушка И вот так вот Подушка Вот так вот У тебя Расползается Не круглиться вперед А вот так вот Таким Жировым поясом И вот у меня Такой вот Как Как жировой Пояс Как будто Вот я наела себе Такой Жирок Вот тут По кругу То есть Ай со спины Кстати Я себя увидела Как-то в полоборот Со спины И увидела Что да У меня не спины Расширяется Поэтому я думаю Видите Вот приплюснулся То есть Он стремился Вперед И приплюснулся То есть Сейчас он Расплывается То есть Он будет Чуть вперед Расплываться Вот такой вот Формат Вот такой формат Живота Вот Не знаю Нормально это или нет Но ничего плохого Мне в больнице Не говорят Поэтому Ничего переживать Если у меня все хорошо Преживать нечего Вот Уже думаю О предстоящих родах Уже узнаю Как что у нас Будет проходить Рыжать Мы собираемся Вместе с мужем Он хочет Также взять Небольшой декретный отпуск Честно говоря Я не хочу Чтобы он Прям слишком Тусовался дома Он хочет Знаете Взять Те пять дней Отпуска Которые Подполагаются В год Там Среднестатистическому Гражданину Здесь отпуски Очень короткие То есть Просто свой летний Отпуск Там пять дней Взять И еще Там Несколько дней Напросить На случай Вот этих родов То есть Такой декрет Взять Хочется Тусоваться С нами Мешаться То есть Я не против Чтобы мы Пошли вместе В больницу Там рожали Потому что Я одна В этой стране Естественно Мой самый близкий Человек Я вообще Не хочу Рожать Одна Какая-то ерунда Мне Я с мужем Пойду Рожать Он только Зав Он вообще Очень К этому ответственно Подходит Он даже Не ставит Под сомнение Там пойдет Он не пойдет Обязательно пойдет Все Он уже Заранее На работе Сообщил Что в апреле Возможно Вот он Уйдет на роды И потом Какое-то время Хочет Дом потусоваться Повоспитывать Так сказать Ребенка Не знаю Не знаю Он нам Думаю Порушит режим Мы устанем И я И коты И ребенок Будем ждать Когда он Наконец-то Уйдет Уйдет На свою работу Вот Потому что Он такой Суетливый У нас Беспокойный Человек Беспокойные Ноги Человек Беспокойные Руки Человек Беспокойная Голова Понимаете Он сейчас По утрам Меня Допекает Выходные Дни Поспать Не дает И котов А еще Будет Ребенка Нашего Допекать Будет Говорит Вставайте Все День Пойти Переживать Я не хочу Знаете Почти Там Многие Идут В этот Послеродовый Центр На две Недели Две Недели Почти Полмести Я не хочу После Прийти И разгребала Устраивать Не хочу Хочу Трое Суток Отмотать Быстрее Домой Чтобы Особо Никакие Мои Процессы Домашние Бытовые Не нарушились Не пострадали Ну и поскольку Пребывание Детей И мамы В корейских Ротдомах Так называемых В корейских Клиниках Раздельное То есть Это слишком Долго Быть Раздельно Понятно Что можно Сходить Можно Навестить Есть Определенный График Кормления И так далее То есть Будешь Видеться С ребенком Но тебе Его не дают В палату То есть Раздельное Пребывание Это немножко Идут Дискомфортно Я рду А мой ребенок И у меня Вот там Это То есть В плане Трех суток Это оптимально Что да Вот за ним Поухаживают А его будут Кормить Пока молоко Не придет Если пока Нету Молока Нечем кормить Нету Ничего Нету То там Прикармливают Детей За ними Ухаживают Их моют И меняют Памперсы Их полинают За ними Полностью Ухаживают И в течение Трех суток Это нормально Чтобы отдохнуть Восстановиться И в общем-то Дождаться Своего молока И пойти домой Что касается молока Молочная фабрика У меня заработала Это неожиданно Заработала Ноже приличное Количество времени Вот Молочная фабрика Дает буквально По три капли Того Что бывает До молока До того Как приходит Молоко Не знаю Почему так рано Особого дискомфорта Это не вызывает Но иногда Такое чувство Досады Потому что Наденешь На ночь Чистую маечку Ляжешь Спать И Какие-то трижалки И капли накапала Но все Уже маечку Надо стирать Потому что В белье В нижнем белье Я не сплю Днем Я ношу Такой Удерживающий Безгальтер Хотя Грудь у меня Не особо Выросла Но немного Потяжелела Но особо Не выросла То есть я Ношу все равно Удерживающий Белье Вот сейчас Но сплю Молоко Корова Будет давать Молоко С наступающим Новым годом Дорогие мои подписчики Дорогие мои подписчики